Казанский финал 4 Лиги Чемпионов Более тысячи соскучившихся фанатов воскресным днем пришли в центр волейбола, чтобы увидеть своих любимцев, пообщаться и сфотографироваться с ними, а кто-то и вовсе принял участие в открытой тренировке под руководством Владимира Олега. Начинается новый сезон, новый для нас вызов и поверьте, для нас ничего не изменилось. Без вас нам успеха не видать. Вместе вперед! Спасибо! Под аплодисменты трибун на арене появились представители административного, медицинского и тренерского штаба, а следом за ним главные действующие лица волейболисты Казанского «Зенита». Вспомнив достижения прошлого сезона и ознакомившись с энергетической концепцией «Зарядись», к пришедшим обратились президент клуба Равкат Контюков и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леон. Сезон начинается, чтобы болельщики все приходили, болели как положено за нашу любимую команду. Пожелать Владимиру Романовичу клубу, тренерскому составу удачи и новых побед. Давайте их еще раз попросим. Мы верим им! Сегодня волейбол, по крайней мере у нас здесь в Татарстане, это один из самых динамично развивающихся видов спорта. За это вам тоже большая благодарность за всех тех ребят, которые сегодня приходят в этот прекрасный вид спорта. Приятным сюрпризом для зенитовцев стали послания от болельщиков со всего света. Великобритания, Германия, Голландия, Польша, Бразилия – это лишь малая часть стран, где поддерживают казанский зенит. Далее руководство клуба представило новичков. Андрею Сурмачевскому и Вадиму Лихошерстову были вручены игровые майки и традиционные для клуба тюбетейки. К сожалению, на встрече отсутствовал прооперированный Алексей Спиридонов, а также французский доигровщик Эрвин Нгапет, который, правда, записал специальное видеообращение. Болельщики же получили ответ на самый популярный вопрос. Когда к команде присоединится пара интернациональных доигровщиков зенита Андерсон Нгапет? Тоже нужно было какое-то время на отдых, и Владимир Романович им это время предоставил. И одновременно нужно решить вопросы визовых документов. И я думаю, что в районе 15-го числа мы ожидаем их прибытия. В этот вечер со словами благодарности руководство и болельщики проводили на заслуженный отдых руководителя пресс-службы Равиля Закареевича Рахматулина, проработавшего в клубе 14 лет. Главной и самой интересной частью презентации стала открытая тренировка команды под руководством Владимира Олегна, которую тренер провел с микрофоном. В ней также приняли участие несколько болельщиков, стараясь на равных с профессионалами выполнить различные упражнения. Кстати, полную запись презентации команды, включая открытую тренировку, вы уже можете посмотреть на нашем канале. Единственная девушка из числа болельщиков выиграла приз лично от Владимира Олегна, оказавшись самой точной в исполнении подачи. Мероприятие для болельщиков в первую очередь, пообщались с игроками в какой-то такой более неформальной обстановке и можно сказать официальный старт сезона. И в этом году формат, да, как ты сказал, динамичный был такой немного. Понравилось все абсолютно, все было круто. Это связующий сборной. Неожиданно на площадке появилась специальная пушка для приема подачи, которой казанцы частенько пользуются во время тренировок. Свои силы в приеме попробовали болельщики, не испугавшись скорости полета мяча около 100 км в час. Сегодня чувствовал, что они действительно неравнодушны. Если за нас болеть, игрок имеет право быть там уставшим. Но я знаю, что публика может трансформировать игрока за считанные секунды. От негатива к позитиву. Очень важно. Плюс их поддержка. Поэтому все то, что сегодня было, для нас это очень важно. Более часа после завершения презентации волейболисты «Зенита» раздавали автографы и фотографировались абсолютно со всеми желающими. В этот вечер никто не ушел равнодушным, зарядившись позитивной энергией. Новая подзарядка волейболистов и болельщиков запланирована на 14 октября. В этот день в 17 часов по московскому времени стартует розыгрыш мужской суперлиги. А первым соперником действующих чемпионов станет Нижневартовская Югра Самотлона. Зарядись волейболом! А ты подписался? Э, а ты подписался? Подписался?